Здравствуйте, ребята! Сегодня я вам расскажу сказку про эльфа. Она входит в сборник добрых сказок Натальи Сияновой. Итак, сказка про эльфа. Жил-был эльф. Это был красивый юноша с крылышками за спиной. Рост он был небольшого, величиной с детскую ладушку. Однажды задумал эльф жениться. Он всех оповестил о своем намерении и пригласил юных девушек-эльфов к себе домой на смотрины. У него было одно условие. Под венец пойдет та, которая принесет самый красивый живой цветок. Надо сказать, что эльф был настолько хорош собой, что нашлось немало девушек, которые захотели попытать счастье. Первой прилетела фиалка. У нее были фиолетовые крылышки, и она больше всего любила фиалки. Эти цветочки удивительно подходили ей. Но эльф сказал, что не любит фиолетовый цвет и равнодушен к фиалкам. Ромашка прилетела следующей. У нее были желтые волосы и белые крылышки. Ей удивительно шли цветы ромашки, и она была очаровательной. Но эльф сказал, что у него аллергия на пыльцу ромашки. Девушка так расстроилась, что слезы покатились у нее из глаз, и всем было жалко ромашку эльфа. А потом прилетела прекрасная девушка с голубыми крылышками и голубыми ресницами. Она так была хороша собой, что все просто ахнули. В руке она держала колокольчики, и они мелодично позванивали. Динь-динь, динь-динь. Ах, какая прелесть! — воскликнул юноша. — Голубой мой самый любимый цвет. Как прекрасно звенят твои колокольчики. Ты так хороша! Я ни разу в жизни не встречал такой красоты. Будь моей женой, о прекрасная незнакомка. Девушка посмотрела на эльфа своими чудными глазами и спросила. — Дорогой эльф, не будешь ли ты так любезен? Не сыграешь ли мне свою любимую мелодию? — погрустнил юноша и промолвил. — Мне очень жаль, но я никогда не учился музыке и не знаю никаких мелодий. Я умею только слушать. А я больше всего на свете люблю музыку и мечтаю встретить свою вторую половинку, чтобы мы вместе могли играть чудесные мелодии. — Очень жаль. Мы не подходим друг к другу, — сказала девушка. Взмахнула своими голубыми крылышками и улетела. Эльф совсем не ожидал, что может быть отвергнутым. Он сильно опечалился и заплакал от горя. Никогда раньше не встречался он с таким горьким чувством, как быть отвергнутым. Эльфу было очень и очень плохо. Он сидел один-одинешенек и горько плакал. Ему было так жаль самого себя и так обидно, что он не может взять в жены прелестную девушку с голубыми крылышками. Вдруг он почувствовал необыкновенно вкусный и душистый аромат розы. Он оглянулся по сторонам и увидел неподалеку девушку-эльфа с красными крылышками. Она боялась приблизиться и осторожно наблюдала за эльфом. Она так хотела его успокоить и сказать что-нибудь хорошее, но не решалась. Они не были знакомы, а девушка была скромной и застенчивой. Юноша встретился с нею взглядом и с первой секунды понял, что нет для него никого прекраснее на свете. Она немного осмелилась и, присев рядышком, рассказала, что живет в саду, где цветет множество роз. Самые любимые для нее красные розы. Одну из них она держала в руках. Ее аромат и распространялся вокруг, и было ощущение прекрасного праздника. Юноша не мог отвести восхищенного взгляда, да и девушка с красными крылышками сразу влюбилась в незнакомца. Позднее он узнал, что в саду живет множество эльфов, и все они на ночь прячутся в бутоны роз, которые закрываются ночью. Эльфы с желтыми крылышками в желтые розы, а эльфы с розовыми в розовые. Наши влюбленные решили сыграть свадьбу и поселиться в бутоне большой красной розы. Когда эльф предлагал руку и сердце, девушка с красными крылышками сказала, если хочешь быть моим мужем, будь сильным и никогда не плачь. Мужчина должен научиться сдерживать слезы, даже когда ему очень хочется поплакать. А еще он должен защищать свою возлюбленную от любых опасностей. Юноша пообещал, что он больше никогда не будет плакать и постарается быть сильным и мужественным. Но он все-таки не удержался и рассказал, как плохо быть отвергнутым. Ему было очень жаль девушку Фиалку и девушку Ромашку. Теперь он хорошо понимал, как он их обидел. На следующее утро было решено навестить обеих девушек и пригласить их на свадьбу. В конце концов все стали большими друзьями и жили Долго и Счастливо. Хорошие условия, отличные результаты. Теннисная академия Валан приглашает детей в группы для занятий теннисом. Телефон для регистрации 416-662-2341. Арт Долия. Страна сказок. Впервые в Торонто для вас открыта студия кукольного мастерства. Сделать куклу своими руками — это волшебство, доступное и ребенку, и взрослому. Первый воркшоп воскресенье 9 января.